Доброе утро, друзья! Солнушко встает, но тучи. Да и я могу себе позволить вставать чуть позже, а моя внучка встает на два часа раньше, чем астрономическое время. Украли у нас. Сталин час украл, а Медведев час украл. Такая грусть, такая тоска. У кого-то лапы ломят с утра, у кого-то настроения нет. И вот вы с утра начинаете себя гнобить. А почему бы с утра не заняться экологией своего внутреннего мира? У меня есть целый комплекс, как вставать по утрам. Я вам дам ссылку. Вы посмотрите на ролике эту ссылку. Но кроме этого комплекса, это как вставать, особенно прям с кровати, особенно тем людям, у которых, как говорится, и лапы ломят, и хвост отваливается. А я сейчас хочу рассказать о настроении. Да, у меня есть тренинг избавления от беспричинного беспокойства. Но опять же не про это. Про настроение. Я вот проповедую теорию Эпикура. Вы помните, я любил чай со сливками. И я его люблю. Но вот сегодня чай, кофе. А вот сегодня я кофе пью с лимоном. Не подумайте, это не перец. Это корица. Эпикурт был высоконравственным философом. Но он не верил в бесконечность существования мира, Вселенной. И тем более не верил в загробную жизнь. Еще раз повторяю, был высоконравственным человеком. И он, в отличие от христианской аскетизы, говорил, что наслаждайтесь жизнью, радуйтесь этой жизнью. И я хочу рассказать вам про эмоции. Да, у меня есть тренинг «Владение эмоций». Вы в Ютубе можете посмотреть про это. Но мы сегодня будем говорить не про воровство, про обительство, которое ворует деньги и даже время. Мы будем говорить про настроение, эмоции и косметику. Внимание. Пейте. Горький, настоянный вкус этого кофе. Кислота лимона. Пряность корицы. Насладитесь этим вкусом. Вкусный кофе. Я обычно такой крепкий кофе. Немножко запиваю простой воды, чтобы подготовить свой рот. Все рецепторы вкусовые к восприятию следующего голодка. Итак, значит, мы должны наслаждаться жизнью. Правда, вот эти догматы, которые говорят, раз вы хотите наслаждаться жизнью, значит, вы будете пить, курить, наркоманить. Я что, враг своему здоровью, своему положению в обществе, и я буду это вытворять? Вы знаете, сколько мне лет родился в первой половине двадцатого века. Наслаждаюсь жизнью. А посмотрите на этих людей, готовящихся к вечной жизни. Уголки губ опущены, глаз тоже. И они ходят, смотрят. Я даже не могу так изобразить. У меня совсем другое выражение лица. И если есть лучики, морщины от старости, от улыбок возле глаз, так они украшают меня. Поэтому утром я перед зеркалом, когда бреюсь, и вы делаете это тоже. Кто бреется, кто не бреется, вот оно зеркало, и начинаете кривляться, делать зарядку, зарядку делать эмоциональную, так, чтобы глаз блестел. Сами себе стройте глазки. Женщины должны делать макияж. Но она стоит, глаз не открывает, ковыряется в глазике, то, глядя, проколит. А вот этот макияж, вот этот блеск в глазах, вот этот разговор невербальной мимикой со своим эмо. Мы уже говорили про это. Кроме всего прочего, да, я вернусь к этому городству два часа. У нас не успевает отрабатываться мелатонин. Гормон, который должен вырабатываться ночью, в темное время суток. Этот гормон нужен для того, чтобы хорошо спать. В темное время суток терпкий, кисленький. В темное время суток вырабатывается гормон роста. Помните, во сне летаем. Да вы посмотрите ролик, где я медведево говорю, потешный президент. Этот мелатонин остается у нас еще в закромах с желез и крови. Вот поэтому ночью вредно работать, доплачиваем. И чтобы этот мелатонин отработался, когда вы встаете, хорошо бы солнце было, но вы включите яркий свет, покривляйтесь перед зеркалом. Хорошо бы даже покривляться просто какие-то танцевальные движения, пусть они будут неуклюжны. Поулыбайтесь себе в глаза. Оденьте что-нибудь яркое. Сделайте в квартире тоже цвета более яркие. Зимой это очень полезно. И создавайте в себе внутри настроение. И когда вы создаете это настроение, то соответственно и подтягивается этот гормональный фон. Это серотонин. Это стесторончик. По утрам мужчин пахнет, нахожу. Это стесторончик шибче выделяется, чем у женщин. А это в другом ролике. я вам расскажу как сексуал. Это и немного адреналину. Примите контрастный душ. Что еще нужно делать? Да ничего не нужно делать. Нужно жить. Вот предыдущий ролик за чашкой кофе, там где со сливками, я говорю, надо думать о том, что сделать. Да, надо думать. Да, надо свершать какие-то действия. мне одна женщина написала. Юрий Николаевич, я вот хочу жить так бездумно. Я не критикую ее слова, просто она неправильно сформулировала. Она хочет жить так, как дышит, так, как ходит. Психология называется бессознательной компетенцией. Так вот вам поначалу будет трудно смеяться себе в глаза. Язык показывает, помните, Эйнштейн? Потому что вы к этому не привыкли. Потому что вы утром не привыкли надевать на себя хорошее настроение. Это не маска. Вы ходите в маске этой христианской аксцезы, когда готовитесь к смерти. А я могу и раздражаться. Я могу и веселиться. И когда я сейчас вроде бы агрессивный, посмотрите, в глазах у меня искры смеха. А лучики морщин меня не старят. И вообще наслаждайтесь жизнью. наслаждайтесь ощущением. Наслаждайтесь картинами этого мира. Наслаждайтесь общением с людьми. я завтра поговорю про реальное общение и виртуальное общение. В чем там есть небольшая разница. А сейчас каждый пьет тот кофе, который ему нравится. я всегда говорю, кто кофе со сливками, кто кофе с молоком, а кто кофе с корицей. Но я и со сливками, и с молоком, и с корицей. вас люблю. И хочу, чтобы вам было качественно прожить. Качественно даже лучше, чем долго жить. До встречи. Продолжение следует...